Здравствуйте! Нередки ситуации, когда требуется организовать систему безопасности в сжатые сроки, не прерывая при этом хозяйственную деятельность вверенного объекта, например, больницы или офисного центра. А если этим объектом является памятник архитектуры, сохранить целостность интерьера которого при проведении монтажных работ является одной из первоочередных задач? Наличие подобных условий объясняет растущую популярность радиоканальных систем, имеющих в своем составе беспроводные устройства ОПС и противопожарной автоматики. Компания Болит постоянно увеличивает ассортимент выпускаемой продукции и постепенно расширяет состав ИСОРИОН, которая пополнилась адресной радиоканальной подсистемой на основе расширителя S2000R ARR32. Адресный радиорасширитель ARR32 применяется совместно с контроллерами S2000KDL и S2000KDL2E и предназначен для подключения в двухпроводную линию связи радиоканальных устройств серии S2000R, которая на сегодняшний день включает в себя 9 позиций. Пожарные извещатели, адресно-аналоговый думовой S2000R DIP, адресно-аналоговый тепловой S2000R IP, ручной S2000R IPR, охранные извещатели, магнитоконтактный S2000R SMK, объемный S2000R IK. Исполнительные устройства, светозвуковой оповещатель S2000R SIRENA и два релейных модуля S2000R RM и S2000R RM Исполнение 01, а также адресный счетчик расхода S2000R ASR2. S2000R ARR32 подключается непосредственно в DPLS контроллера S2000KDL и занимает в ней один адрес. Вместе с тем, каждое подключаемое радиоустройство также будет занимать в адресном пространстве контроллера один или несколько адресов в зависимости от его типа и настройки зон. Таким образом, к ARR32 можно подключить до 32 радиоканальных устройств серии S2000R. При этом работа S2000KDL с ними будет аналогична работе с проводными аналогами. Настройка ARR32 и компонентов радиоподсистемы производится при помощи программы конфигуратор S2000R, которая обеспечивает удобное управление подключением, настройкой и адресацией беспроводных устройств. Для подключения компьютера используется имеющийся ARR32 порт USB типа B. Конфигурирование радиодатчиков в KDL аналогично настройке проводных извещателей и производится посредством программы УПРОК. Разработанная нами радиоканальная система сертифицирована и соответствуется действующим нормативным требованиям по пожарной безопасности. Передача данных внутри системы идет в зашифрованном виде с динамической сменой ключа шифрования. Что делает невозможным подмену радиоустройств злоумышленниками? В системе реализованы функции автоматического регулирования мощности и контроля зашумленности радиоэфира. При обнаружении длительной помехи ARR32 и подключенные к нему радиоустройства автоматически перейдут на резервный канал связи. Радиоканальное расширение адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации, построенной на базе контроллера S2000KDL, является отличным решением для тех помещений объекта, где прокладка кабельных линий невозможно или нецелесообразно. Другими словами, вы, как и раньше, можете проложить ДПЛС и подключить проводные извещатели в местах, где для этого существует возможность, а в помещениях, куда завести провода труднодоступно, установить радиоканальные датчики. При этом, использование данного подхода к построению системы позволит вам минимизировать количество устройств с питанием от батареек, что впоследствии сократит стоимость обслуживания. Максимальное расстояние, на котором возможно гарантированно обеспечить радиосвязь между устройствами серии S2000R в условиях прямой видимости составляет 300 метров. Излучаемая мощность в режиме передачи не превышает 10 милливатт, а диапазон рабочих частот системы вы сейчас можете видеть на своем экране. Стоит отметить, что данные частоты являются открытыми и не требуют получения разрешения для их использования. В качестве источников питания устройства серии S2000R в основном используют литиевые элементы питания IR14505. Среднее время работы устройства в дежурном режиме от него составляет 6 лет. В пожарных извещателях также стоит резервная батарея CR2032, которая в случае полного отказа основного источника питания позволит проработать извещателю еще не менее двух месяцев. Устройства серии S2000R постоянно осуществляют контроль за напряжением источников питания и в случае их разряда заблаговременно оповестят о необходимости их замены. Некоторые наши клиенты уже успели попробовать в деле адресную радиоподсистему S2000R. За годы существования нашей компании мы успешно реализовали множество различных проектов с использованием оборудования ISO Orion. Все объекты, которые мы оснастили болидской продукцией, а таких слов уже более 400, прекрасно функционируют и по сей день. Будь то охрана пожарной сигнализации, система контроля доступа, пожаротушения или пожарная автоматика. Новость о том, что болид разработал собственную радиоканальную подсистему, мы воспринялись с большим интересом и были рады ее опробовать. Надо сказать, ожидания наши оправдались. И теперь мы с уверенностью можем рекомендовать ее уже своим заказчикам, желающим организовать адресно-аналоговую систему при позднем входе на объект, когда отделочные работы завершены и отсутствует возможность для скрытой прокладки кабеля в помещениях. Без преувеличения это то, что многие давно ждали. И вот теперь это свершилось. Мы надеемся, что радиоканальное направление производства компании болид будет развиваться, ведь положенное начало действительно внушает оптимизм. Убедиться в этом мы смогли на собственном опыте. Дополнительную информацию о радиоканальной подсистеме на основе расширителя ARR32 вы можете найти на сайте bolid.ru. Заказать устройство серии S2000R вы можете в нашем отделе продаж или у наших дилеров. Спасибо за внимание и до новых встреч!